поставьте пожалуйста плюсик а пока вы ставите нам плюсики я хочу вам представить тему и кто с нами сегодня в эфире мы сегодня разговариваем про безопасное применение контрастных средств в компьютерной томографии в амбулаторном поликлиническом звене меня зовут елена панина и со мной мой со-модератор и можно сказать основной ведущий кузьмина виктория мы на самом деле рентген лаборанты и несмотря на то что эта лекция про безопасность да я знаю что присутствует видео знакомые имена и врачей я думаю что такая тема как безопасность компьютерной томографии с контрастным препаратом интересно всем и самое главное о чем мы будем сегодня говорить это конечно в конце а нормативном документе о методических разработках но и на то на что надо обратить вообще в принципе внимание и у меня вот например мне кажется самый такой момент даже чего мы хотели бы начать в целом виктория как вы думаете какие факторы влияют вообще на контрастирование о чем мы должны задуматься доброе утро уважаемые коллеги на контрастирование влияют конечно же такие факторы как область исследования до протяженность сканирования возраст пациента ну и собственно каким образом мы вводим контраст с помощью чего болезнь инжектор либо от руки контрастируем сейчас об этом собственно и поговорим вы сказали такую интересную вещь как болезнь и контрастирование а я знаю что многие еще но не москва в регионах используют контрастирование не болезнь и от руки вот давайте разберемся в этих моментах и в целом да то есть про какое болезнь и контрастирование выберем какие-то аппараты мы используем а может какие-то контрастные препараты чем они отличаются вот об этом мне кажется в течение час с вами будем рассуждать да да достаточно широкая интересная тема они можно говорить очень-очень много отметим основные моменты и так вообще начнем что же такое болезнь и контрастирование этот метод контрастного усиления в компьютерной томографии с помощью введения контрастного препарата автоматическим инжектором на сегодняшний день применяют не ион и йод содержащие контрастные препараты такие как амнипак визипак ну и многие другие и рекомендуется также применять физраствор вместе с контрастом ну то есть как бы мы более сновидение это всегда введение с помощью автоматического с помощью болюс да с помощью инжектор автоматического электронного который на сегодняшний день очень много разных модификаций можем вот посмотреть на сегодняшний день есть как дуголбовые инжекторы так и без колбовые инжекторы более современные да где не требуется дополнительный расходный материал, где вы заправляете прямо в сам шприц уже флаконы готовые и используете только переходники. То есть мы с вами берем физраствор, мы берем контрастный препарат, ну, например, ультравиз, да, или амнипак, и третья составляющая у нас с вами автоматический инъектор, да, инъектор, инъектор, его по-разному называют. Мы все взяли, соединили, собрали определенным способом, и у нас пошел путь контраста, да. Вот расскажите нам чуть подробнее о путь контраста. Итак, путь контраста. Мы с вами берем кубитальную вену, ставим в пациенту вену-катетер различного диаметра в зависимости от зоны контрастирования, либо голубой, розовый, зеленый, как более привыкли мы, да, называть их не по по размерам, а по цветам. И, соответственно, в зависимости от того, какую область исследования мы с вами преследуем, мы выбираем с вами скорость контрастирования, и, соответственно, подсчитываем объем нужного нам с вами контраста. Для того, чтобы точно отконтрастировать ту область исследования, которая нам интересна, мы с вами должны примерно представлять временные рамки, да, когда, куда, как раз стоком крови у нас с вами приносится в какую область. Вот, например, в первую очередь у нас с вами будут контрастироваться право отдела сердца, легочные артерии, подключичные вены, да, далее все крупные сосуды, это артериальная система, ну и далее контраст с током крови идет у нас в большой круг кровообращения, это в ткани и органы. Соответственно, они у нас контрастируются чуть позже. Имея такое представление временное, мы можем не облучать лишний раз пациента и с помощью определенных задержек в томографе отсканировать уже в своей области исследования прям четко с контрастом, не используя дополнительные какие-то, до дополнительного времени облучая пациента. Знаете, у меня очень часто возникает вопрос у рентгеллаборантов о скорость контрастирования, когда 3 линады, когда 7 мл, кто-то всегда по 7 мл в секунду сканирует. От чего это зависит, может быть, вы нам расскажете чуть подробнее? Да, если мы с вами говорим о контрастировании сосудов, ангиографии, да, в КТ, то, соответственно, скорость контрастирования лучше выбирать от 4,5 до 6, максимум 7 мл в секунду. 6 идет у нас на коронарографию и перфузию головного мозга. Это вот пик, наверное, когда используют самая большая скорость, а так, в принципе, на 4,5 мл в секунду прекрасно получается любая ангиография 4,5-5, 5,5. Опять-таки, нужно соотносить, какой у нас с вами пациент, какой стоит катетер, какая протяженность исследования. Если же мы берем все-таки с вами систему органов, то, соответственно, мягкие ткани лучше, на мягкие ткани нам не нужно раннюю артериальную фазу получить, нам нужна наоборот. Позднее артериальное, соответственно, мы берем 3-4 мл в секунду. Если какие-то проблемы с венами, то даже можем 2,5 мл в секунду, и у нас прекрасно получится исследование. Ну, то есть, мы смотрим на скорость, да, то есть, и от этого будем еще смотреть, на какой секунде, какую фазу будем ловить. А вот, смотрите, у нас очень хорошо изображен инжектор стеллен, да, двухколбовый, и вот тоже есть разные разночения, нужен физраствор, не нужен физраствор. Зачем вообще нам двухколбовым? Может быть, с одноколбовым хорошо было бы поработать без физиологического раствора? Да, очень правильный вопрос. Раньше были одноколбовые шприцы, и уже сейчас, на сегодняшний день, все пришли к двухколбовым, потому что это уже доказано, что физраствор у нас с вами вымывает контраст, да, из-за вен, и таким образом уменьшает количество артефактов и террас, позволяет сохранить плотность болюса и удлинить время как бы болюсного контрастирования, плотность в той области, которая нам интересна, да, и, соответственно, позволяет экономить, скажем так, контраст, меньше вводить пациента его. можем даже рассмотреть вот на такой вот табличке, да, на шкале даже скорее, если вот мы берем с вами, ставим предел плотности контрастного 100 единиц хаусфилда, и, соответственно, сканируем предположим, там, брюшную полость, да, вот вы увидите, голубой график, это без физраствора у нас с вами контраст достиг пика 100 единиц и резко падает, да, контрастная плотность. Если же мы догоняем физраствором, то, соответственно, у нас с вами время плотности контрастной увеличивается, и у нас с вами большая вероятность на всем протяжении сканирования достичь максимального качества исследования контрастирования. Ну, один фактор, да, то, как мы это вводим, да, то есть, где какие пики, а другой фактор, как рассчитать, сколько нам нужно контрастный препарат. Есть ли какая-то формула, или все можно вводить по 100 миллиметров и получить тот же результат? Нет, есть, конечно, формулы, наиболее удобно пользоваться следующими, если же мы с вами контрастируем гипотобилиарную систему, паренхематозные органы, да, то лучше пользоваться такой формулой, как все очень часто любят и привыкли, это 1 миллилитр контрастного препарата на 1 килограмм массы тела пациента, да, то есть, если 70 килограмм весит пациент, 70 миллилитров контраста, для того, чтобы у нас с вами была очень хорошая венозная фаза. Если же мы с вами рассматриваем ангиографии, то более удобно пользоваться формулой, когда мы берем с вами общее время сканирования, прибавляем 5 секунд, если у нас нет команды, либо 10 секунд, если есть команда, и умножаем на скорость, выбранную вами скорость ведения контраста. очень легко считается, буквально полдня посчитаете, таким образом уже автоматически будете подсчитывать. Что здесь, какие плюсы? Лишний контраст вы не вводите, соответственно. Лишний контраст, это что имеется в виду? Он все равно не влияет на качество исследований. Ну да, то есть, он еще как бы у вас идет, но вы уже закончили исследование, для чего вы его, собственно, вводите дальше, как бы это не нужно. То есть, пациенту еще придется выводить, скажем так, почками лишний контраст, который не нужен для исследования. То есть, это лишнее. Чтобы у вас и качественно получилось исследование, и не было лишнего препарата в организме, соответственно, лучше вот рассчитывать по такой формуле. Очень легко, быстро считается и удобно. В общем-то, многие пользуются и довольны. легко посчитать. Скажите, ну, конечно, мы рассчитали, да, вот, ну, как универсальная формула, один миллилитр на килограмм веса, а вообще, в принципе, вот часто бывает там контраст 240, 370, 320, вот эта концентрация, она на что влияет? И, может быть, она влияет на расчет или она еще на что-то влияет? Ну, контрастность препаратов у нас используется в компьютерной томографии примерно от 300 до 400, 400 даже, в принципе, он и не нужен такой большой плотности, но иногда используется, покупается. Если мы с вами рассматриваем контрастирование паренхематозных органов, то нам достаточно трехсотого контраста, плотность такой. Если мы берем большую плотность, то, как правило, на ангиографии ее используем. Если же у вас постоянно идет, например, закупается только высокой плотности контраст, то просто его нужно меньше. То есть, скажем так, вы экономите, опять-таки, количество. Соответственно, обязательно нужно учитывать такой факт, что контрастный препарат нужно перед использованием подогревать. Для этого есть специальные термостаты, а также болюсные инжекторы оборудованы специальной грелкой, так называемой, которая поддерживает температуру в колбе, именно не греет, а поддерживает температуру подогретого вами контраста. И, соответственно, скажем так, у пациента при подогретом контрасте меньше вызывается аллергия побочных каких-то реакций и легче вводится и переносится пациент. Виктория, вам вначале сказали, что есть ряд факторов, которые влияют на контрастные исследования. Мне кажется, особенно в амбулаторном звене стоит обратить на самый главный, самый главный человек у нас в лучевой диагностике, да и не только в лучевой диагностике, а вообще в медицине, это пациент. Вот на какие моменты при работе с пациентом, когда он только к нам пришел, когда пришла форма 057 у направлений, на что надо обратить внимание? Безусловно, каждый раз, когда мы вводим какому-то пациенту контраст, это нужно индивидуальный какой-то еще к тому же подход, да, мало того, что мы пользуемся с вами формулами, оцениваем, какой пациент, какой возраст, какая область интереса. Мы с вами должны обязательно понимать цель исследования, соотнести массу тела пациента, и есть такое понятие, как сердечный выброс, да, когда мы не можем предугадать, но мы можем предположить. Соответственно, как уже говорилось ранее, венозный доступ у нас тоже может быть разный, у кого-то только голубой катетер устанавливается, и это предел на сегодняшний день у этого пациента, да, у кого-то зеленый катетер, у нас с вами есть по скорости больше, как бы, диапазон, да, соответственно, возраст пациента, пол, это все влияет, и перед тем, как ввести контрастный препарат, мы соотносим все-все вот эти факторы. И по максимуму, естественно, желательно ставить катетер не меньше розового, а лучше зеленый, соответственно, если это пожилой человек, то вероятность того, что сердечный выброс будет гораздо-гораздо медленнее и хуже, тоже как бы возрастает, соответственно, все это нужно лаборанту учесть. Ну, мы, конечно, оценили визуально пациента, массу тела, у него спросили и так далее. Может, это где-то фиксируется или вообще нужны какие-то документы перед исследованием? Безусловно, перед тем, как принять пациента, мы должны очень тщательно и досконально у пациента выявить такие факторы, как первое, это обязательно направление на исследование, выданное лечащим доктором с указанием диагноза, а также области исследования, цели исследования. Обязательно пациент заполняет анкету и согласие на исследование и согласие на введение контрастного препарата. Данная документация позволяет нам уже на этом этапе выявить какие-то определенные либо аллергические реакции, либо какие-то сердечные проблемы, проблемы сердца, патологию какую-то и уже сделать какие-то соответствующие выводы. Далее, если мы говорим о контрастировании любой области, то это обязательно анализ крови на креатинин, когда мы с вами подсчитываем скорость клубочковой фильтрации, для этого он нам с вами нужен, и оцениваем тоже выделительную способность почек. И, соответственно, если все-таки пациент приходит и уже делал КТ, то, соответственно, он приносит диск, заключение, и мы все это дело доктору передаем для сравнения, для оценки. То есть, смотрите, перед исследованием, согласно европейским стандартам, то есть ECR есть такая книжечка, рекомендации 10, но мы заполняем анкетку. Плюс мы спрашиваем с него результаты предыдущего исследования, либо диск, либо пленка, в зависимости от того, что есть. И, конечно, ориентируемся на направление. Вот на эти три вещи мы с вами должны обратить внимание, верно? Вы сказали такое странное сочетание, для людей, которые только начинают работать с контрастом, СКФ, что это такое, как это посчитать, зачем это вообще нужно? Мне кажется, сейчас лаборанты, которые нас слушают из полихронического взаимодорки, какие чудесные буквы. Давайте разбираться. анализ крови на креатинин мы недаром спрашиваем, не просто так, это не какие-то пределы границ нижних и верхних, ничего подобного, для каждого возраста скорость клубочковой фильтрации показатель свой норма, да? Вообще, что такое СКФ? Скорость клубочков фильтрации это основной показатель работы почек, их состояния. Она показывает объем образования первичной мочи за единицу времени. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы понять, мы с вами введем контрастный препарат и насколько почки готовы его вывести. для того, чтобы не возникла почечная недостаточность, неусугубим ли мы состояние пациента. Таким образом, очень легко посчитать скорость клубочков по универсальной формуле, по калькулятору, который везде есть в интернете. Пожалуйста, можете пользоваться, очень легкий. Вы вводите только возраст, указываете пол и параметр кариатинина. И нажимаете кнопочку рассчитать, вам выдается результат. Все, что выше 30, мы можем спокойно брать пациента и не беспокоиться о том, что мы усложним его ситуацию. все, что 30 и ниже рекомендуется пациентам делать контрастирование с гидротацией. Поэтому любой лаборант это может рассчитать. Это не врачебная какая-то манипуляция. Пожалуйста, цифры кариатинина нам даны не для того, чтобы мы просто верхнюю нижнюю границу определяли, а для того, чтобы мы посчитали скорость клубочков. Не так это сложно. Не все привыкли это делать, но в принципе правильно делать именно вот так. Оценивать скорость клубочковой фильтрации. Мы рассчитали скорость клубочковой фильтрации и не только. Может быть, еще из анкеты получили какие-то противопоказания. И что? Это прям абсолютно противопоказания? И вообще какие они бывают? Не факт. Значит, насторожить нас, конечно, многое, что должно, но вот запрещается вводить йодсодержащие контрастные препараты. Если вот уже к вам пациент пришел, вы уже все узнали, услышали, увидели, собрали какой-то минимум анамнез у пациента по поводу реакции и каких-то заболеваний тяжелых его сопровождающих. Соответственно, тяжелая форма бронхиальной астмы сахарного диабета должно насторожить у вас аллергии на сам контрастный препарат. То есть, если уже пациент делал такое исследование и была какая-то реакция. Далее, гипертиреоз, это заболевание щитовидной железы с гиперфункцией, когда эндокринологи запрещают прием препаратов йода. Это, естественно, тяжелая почечная недостаточность, беременность и меломная болезнь. Вот эти моменты, конечно же, нужно очень сильно обратить на них внимание и либо отправить пациента к аллергологу, к лечащему врачу для того, чтобы скорректировать либо другое исследование врач назначил, либо назначил какую-то терапию, после которой вы спокойно ведете этот препарат и контрастный, и не будет никаких осложнений у пациента, и вы, собственно, со спокойной совестью отпустите его домой. Ну, иногда еще говорят, что нужна какая-то гидротация, что это такое, нужна ли она и гидротация. Да, мы после исследования говорим всем пациентам, чтобы они активно пили воду для того, чтобы наш контрастный препарат, введенный во время исследования, выводился быстрее почками. Просим пациента выпить литр воды в течение 6 часов, можно даже быстрее, если способен пациент, да, и по замеченным данным, если пациент соблюдает обычный питьевой режим, либо мало пьет жидкости за день, да, то наш контрастный препарат в течение суток выводится полностью. Если же мы активно гидротируем пациента, просим много воды выпить, да, и то, в принципе, за 3-4 часа можем полностью, может пациент вывести весь контрастный препарат и ничего уже у нас не останется в организме. Такое подмечено, да. Вы нам говорили еще про катетеры, периферические катетеры, а как известно, если мы с вами периферический катетер и что-то не вводим, не важно, контрастный препарат, либо физиологический раствор, то случается такое, что происходит экстравазация. Вот при введении контрастного препарата происходят такие вещи? Да, безусловно, происходит осложнение, как и любой манипуляции у болезненного контрастирования. Также есть эти осложнения. Мы с вами вводим достаточно объем контрастного препарата и физраствора с достаточно большой скоростью порой, да, и, естественно, при такой процедуре возможен разрыв вены, да, экстравазация, это когда попадает контрастный препарат либо физраствор под кожу, то есть либо вены не выдерживает, либо установлен катетер не очень качественно, да, поэтому в КТ всегда рентген лаборант проверяет пробные дозы небольшого физраствора катетер, да, как вот вена себя ведет, нет ли экстравазации уже вот на первом таком визуальной, визуально оценивает. И, соответственно, чтобы, если вдруг плохо стоит катетер, его просят переставить, если хорошо начинают как бы исследование, да, как бы рекомендуется вот это пробное введение предположим там 10-15 миллилитров физраствора именно болюсом для того, чтобы оценить качество постановки катетера на данную вот скорость, которую вы выбрали. Ну, наверняка существует и стадия экстравазации, да? Ну, конечно, да. Любое осложнение как-то стадируется. Бывает, это в легкой степени все проходит, когда буквально небольшая папулка вздувается, небольшое количество контраста либо физраствор попадает, возникает у пациента боль вместе укола. Ну, таким образом процедура медсестра проверяет катетер и замечает, что пробывание катетера затруднено, вокруг катетера отек, да, соответственно, катетер удаляется, и если исследование уже проведено, то, собственно, наблюдается пациент. Если исследование не проведено, то пациенту предлагается переставить катетер на другую вену. Есть более тяжелые случаи, когда обширно, да, более обширная реакция, больше, большие объемы введены под кожу, соответственно, там и боли, отек больше, и гиперемия начинается. Ну, и третья, четвертая стадия, это когда уже холодная на ощупь кожа, пульс ниже места катетеризации хорошей и так далее. В общем-то, все, все вот эти вот проблемы, если вы заметили, естественно, мы не оставляем это просто так, в кабинете мы оказываем первую помощь, убираем катетер, соответственно, прикладываем спиртовые компрессы и обязательно, обязательно, если это вторая, третья, четвертая степень, да, отправляем на консультацию к хирургу. Все, что у нас с болью, отеком, соответственно, мы обязательно консультируем у хирурга. Но кроме экстравазации, какие еще могут быть реакции, на которые стоило бы обратить внимание? Ну, самые распространенные, это, конечно же, аллергические реакции на контрастный препарат и проявляются они самым различным образом. Это может быть как сыпь, крапивница, так и отек квинки, анафилактический шок. Поэтому все сотрудники КТ-кабинетов у нас проходят курсы по неотложной помощи и, соответственно, у нас на рабочих местах везде имеются телефоны реаниматологов, когда, если вдруг вы заподозрили что-то, да, пациенту тяжело дышать, либо вдруг пациент уронил давление, скажем так, да, есть у вас под рукой всегда телефон, куда вы можете позвонить и прибежит к вам реаниматолог с чемоданом окажет уже врачебную помощь и спасет вашего пациента. Ну, как правило, в кабинетах во всех имеются противошоковые укладки, где есть такие препараты, как антигистаминные и гормональные, да, это преднизолон, доксметазон, из антигистаминных это тавигил, супрастин, ну, собственно, все эти укладки должны быть в каждом кабинете, где проводятся больственные исследования. И быть укомплектованы, отслеживаются сроки годности обязательно. Ну, вот, собственно, таким образом оказывается помощь. Ну, то есть мы с вами разобрались в том, как подготовить, какую документацию спросить, разобрались на моментах, какие бывают осложнения, на что нам обратить внимание, да, то есть, как правильно отсеять пациентов от моментов введения, да, то есть по противопоказаниям. Но наверняка есть еще моменты во время исследования, когда мы с вами принимаем решение, продолжать дальше исследование или нет. Ну, такие вот ключевые точки принятия решений. да, конечно, безусловно, на каждом, наверное, новом этапе нашего с вами разговора, сканирования, мы с вами получаем определенную информацию, да, когда понимаем, что нам делать дальше. Возможно, нужно как-то поменять нашу с вами тактику, программу, еще что-то, да, соответственно, мы с вами собираем анамнез, подписываем анкеты, вся информация, которая получена до сканирования, вы уже понимаете четко, как вы будете проводить данные исследования, да, с какой скоростью, с каким объемом контраста, какую область может быть брюшная полость должна закончиться вот здесь, а не вот здесь, да, соответственно, когда вы делаете топограмму, уже откатали, то и вы увидели там, предположим, какое-то образование или плохую подготовку пациента, да, то, соответственно, вы тоже можете принять решение увеличить или уменьшить зону исследования. Также после нативного контрастного исследования вы можете отсроченную фазу сделать позже, да, если понимаете, что в почках какие-то проблемы и так далее. Вот если, например, на этот рисунок посмотреть, то мы увидим, что в кишечнике у нас полно бария, да, которое у нас с вами вызывает артефакт на компьютерном талонграфе и, собственно, если мы диагностируем с вами кишечник и даже, наверное, в данном случае печень, то затруднится оценка, да, и, собственно, просим пациента переподготовиться и перезаписаться. Это все может лаборант вполне оценить спокойно. Дальше, например, если вы видите какое-то образование, то обязательно его старайтесь захватить вверх и низ, да, до тех пор, пока оно не закончится. Если даже, казалось бы, ваша зона исследования уже вот тут должна закончиться. Если вы видите патологию, обязательно ее захватываем полностью. для этого необязательно, кстати, врачу звонить, писать и так далее. Вот. Что еще? Поэтому, конечно, рентген-лаборант опытный, должен быть уже таким подкованным в плане патологии, в плане как выглядят картинки нормы, да, как выглядят патологии определенные, даже если лаборант не знает название данного образования, да, но он понимает, что это уже не норма и здесь требуется дообследование либо что-то еще, да, либо наоборот, если приходит к вам на натив, исследование, на исследование, нативное, пациент, и лаборант видит какую-то патологию, то, соответственно, может догадаться, что, возможно, понадобится здесь контраст и уже вместе с доктором каким-то образом законтрастировать его, да, совместно принять решение. Поэтому задача лаборанта непростая, важная очень уже на первых этапах, да, также, например, если вы вот видите, предположим, патологию почек, да, и понимаете, что через 7 минут, как это, или через 5, через 7 минут данные почки не выведут контраст на выделительной фазе, да, то вы можете самостоятельно принять решение, предположим, выделительную фазу отсканировать через 10 минут для того, чтобы не облучать лишний раз пациента, да, потому что вам нужна выделительная фаза на всем протяжении, чтобы у вас и мочевой пузырь законтрастировался, и мочеточники, поэтому, собственно, вот так вот рентген-лаборант может принять решение в любой момент, на любом этапе сканирования и до него. Ну, мне кажется, мы вот так вот коротко, как нам и поставили задачу за 30 минут, будем рассказать о контрастных веществах, да, для поликлинического звена, это любые контрастные вещества, они не отличаются от стационарных. Про инжекторы, конечно, лучше использовать на колбово инжекторы, мы уже с вами сегодня проговорили, потому что надо вводить и физиологический раствор, зачем он нужен, мы с вами тоже проговорили, и у нас, например, есть целый курс, который будет 22-23 октября по безопасности введения контрастных препаратов, где мы целый день рассматриваем, что такое инжектор, как его правильно собирать, как за ним даже правильно ухаживать, чтобы как можно реже вызывать техподдержку, там мы говорим про разные виде доконтрастирования, да, то есть вот о таких вещах. Также мы с вами проговорили о документации, какая она нужна, на что мы с вами обращаем внимание, когда разговариваем с пациентами. И самый главный вопрос, который мне всегда задают после каждого тренинга, здорово, мы все прослушали, мы сейчас полны знаний, но где нам потом дальше искать информацию? Конечно, на сайте радиология Москвы вы можете найти вот такую чудесную методичку, там все этапы, все виды документации, которые вам необходимы, что должно быть в кабинете, в каком количестве, как выглядит укладка, какие в укладку входят препараты, то есть мы сегодня говорили про гистаминные препараты, про адреналин, как его правильно хранить, и вообще нужно ли его хранить в холодильнике, или есть другие альтернативные вещи, да, то есть есть виды, например, адреналина, и здесь вы найдете название, которое у нас с вами хранится без холодильника. Ну а пока вы думаете над вопросами и переходите во вкладочку «Вопросы», да, мы очень ждем от вас их, чтобы ответить на данные вопросы, но хотели бы еще проговорить следующий момент, да, то есть для того, чтобы четко понимать, насколько безопасно исследование или небезопасно исследовать, требуется большая, большая к этому подготовка. Ну, переходим к вкладкам «Вопросы». Первый вопрос непосредственно ко мне, да, то есть на вашем YouTube-канале портала «Возможно смотреть вебинары?» Возможно. Для этого вы тоже заходите на сайт «Радиология Москвы», там есть перечень вебинаров, которые в свободном доступе. Все вебинары, которые шли из серии «Рентгеллаборанты против ковид», там доступно. Следующий вопрос от Ильи. Илья, мы рады вас здесь видеть, потому что вчера прям похвастаюсь. Илья у нас вошел в 15 лучших рентгеллаборантов города Москвы. Вчера был первый этап конкурса, мы вас ждем на втором этапе конкурса, и сразу видно, что вы хотите нам задать, как правило, очень грамотный и специализированный вопрос. Я его адресую к Виктории, и он звучит так. на скорости 4,5 миллилитра шприц метрат выдает запрет и происходит сброс. Виктория, почему это может происходить? Ну, это вопрос, наверное, все-таки к обслуживанию инжектора. В принципе, такого не должно быть. Уточните, сколько... Нет, ну, тут точно нужно инженера вызывать и уточнять эти моменты. Тут вопрос не всегда в скорости, иногда в давлении, да, то есть вы здесь должны посмотреть, сколько у вас давлений и оригинальной ли расходкой вы пользуетесь. Потому что если у вас скорость 4,5 миллилитра, а у вас удлини... Мы с вами линии иногда удлиняем, и вот там диаметр может не пропускать эти 4,5 миллилитра. И, соответственно, у нас с вами происходит... Ну, как бы эжектор говорит, стой, 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 я это сделать не могу только, потому что диаметр вот этой расходного материала не позволяет, то есть катетер позволяет 4,5 миллилитра, а удлиняющая линия не позволяет. Ну, вот Илья отвечает, что запрет PCI даже при подключичной артерии, но тут важно учитывать не какой диаметр и калибр у вас катетера, да, у пациента, вы еще подключаете, сколько она выдерживает, какое давление, то есть на упаковку к расходному инструменту, да, обязательно нужно читать, сколько байер, сколько, какое давление выдерживает данная магистраль, 350, там, 400, читайте внимательно, точно ли подходит вам данное оборудование. Следующий вопрос не совсем по теме нашей лекции, да, то есть при каких аллергических реакциях, требующих неотложные мероприятия, то есть роль региолабаранта, да, и роль врача. Ну, смотрите, во-первых, самое главное, что все региолабаранты и все врачи, неважно реминолог, травматолог и кто-либо, кто присутствует на контрастных препаратах, на ведении контрастных препаратов, потому что нету такого требования, и если вы читали последние рекомендации правила проведения рентгенологических исследований, что именно должен присутствовать врач-рентгенолог. Все должны быть обучены сердечно-легочной реанимации. Когда у нас идет с вами тяжелая реакция, да, то есть уже неотложное состояние, когда мы уже использовали все, что у нас с вами есть в аптечке, из аптечки без врача, например, региолабарант имеет право ввести только адреналин, да, то есть у нас с вами идет речь о сердечно-легочной реанимации. До специализированной помощи мы оказываем с вами доврачебную помощь и в которую входит, безусловно, эта тактика проведения. Ну, во вкладочках вопроса у нас вопросы, к сожалению, закончились. Мы сейчас перейдем во вкладочку в комментариях, в чат. Может быть, у нас там есть вопросы? Ну, а пока у нас с вами загружается, да, тут есть у нас с вами вопросы, мы сейчас их посмотрим, да. А пока у нас с вами, у нас с Викторией загружается чат, я хочу вам напомнить, что в конце лекции, пожалуйста, будет несколько минуточек, запомните анкетку обратной связи, чтобы мы понимали, интересно вам была лекция или неинтересно, и что бы вы еще хотели бы добавить в эту лекцию. Ну, и также могу с вами напомнить, что в следующий четверг мы с вами встречаемся на этой же платформе. У меня в гостях будет совершенно потрясающий человек, я вам не раскрою пока всех секретов, с которыми мы будем разговаривать о фазах контрастирования. Ну, мне нравятся комментарии любови, да, слушаю и удивляюсь, у вас золотые рентгенолабораты, у нас в Москве, в департаменте здравоохранения Москвы, действительно золотые рентгенолабораты, и они действительно во многих поликлиниках города Москвы, ну, так уже случилось, может быть, сказать, вынужденная ситуация, остались работать без врачей-рентгенологов, что, конечно, поспособствовало нашей эпид-обстановке, и они с помощью приложений, приложений на самом деле много, они все бесплатные, без проблем рассчитывают скорость клубочковой фильтрации. Итак, что у нас еще дальше? Ну, дальше, я так понимаю, у нас вопросов больше нету, тогда вам отличного настроения, прекрасного дня, и, пожалуйста, заполните нашу анкетку обратной связи, чтобы мы понимали, что вам еще интересно. Субтитры сделал DimaTorzok